Слава Господу! Скажи соседу, это новый рассвет. Приветствую каждого из вас. Меня зовут Евангелист Ранг. Я из США. И я очень счастлив быть официально зарегистрированным нигерийским жителем. И чтобы уверить вас в этом, вот моя грин-карта Нигерии. Буду честен. У меня нет каких-либо степеней или сертификатов. Я никогда не учился в библейской школе. Я здесь исключительно по милости Божьей, через учение и обучение моего отца в Господе, пророка Тибиджоша. И я хочу поблагодарить его. Я хочу поблагодарить Бога и всех вас за то, что предоставили мне эту возможность этим мудром. Спасибо, Иисус Христос. Вы знаете, нетрудно понять, что мы живем в поколении без веры и надежды. Мы все видим структуру сегодняшнего мира. Большинство людей сегодня предпочитают следовать за злодеями. Почему? Потому что они думают, что будут преуспевать на путях зла. То есть, они полагают, что смогут завладеть всеми деньгами, состоянием, известность. Люди будут говорить, «Ух ты, мы хотим быть похожими на них». И некоторые христиане начинают задаваться вопросом, «Может, это и есть путь к успеху?» Они спрашивают, «Как люди, поступающие плохо, благословляются, как поступающие правильно». Это как псалмопевец сказал в Псалме 72, «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумно, видя благоденствия нечестивых». Оглянитесь вокруг. Мир, в котором мы живем, ужасает. С одной стороны, экономический гнёт. Это бедность повсюду. С другой стороны, физическое угнетение. Я говорю о немощах и инвалидности. Оглянувшись вокруг, вы увидите политическое угнетение. У людей не осталось никаких моральных принципов. Люди угнетены морально из организованной коррупции в высших кругах. Все это подталкивает людей делать вещи, несовместимые со Словом Божьим. И это опасно, потому что, если ты решил делать то, что противоречит Божьему Слову, это значит, что ты будешь бороться со своим ближним. Это то, что происходит по всему миру. Люди сражаются друг с другом. Неважно, в какой части мира, мы все одинаково враждуем, маскируясь по-разному. Беда в том, что люди не знают об источнике их проблем. Мы должны осознавать, что Сатана — это общий враг, и именно он — автор наших проблем. Другими словами, пока вы не осознаете, что есть сила порабощающая людей, вы будете продолжать сражаться неверной битвой. Название сегодняшнего послания «Не надо сражаться неверной битвой». В послании Ефесянам 6, 12 написано «Потому что наша брать не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Наша брань не против нашего ближнего. Мы сражаемся против духовных существ, которые являются причиной кризиса и трудностей в нашей жизни. Когда вы начинаете сражаться против крови и плоти со своей семьей, друзьями, коллегами по работе, вы промахиваетесь мимо источника или первопричины. Промахнуться мимо источника это как вытирать воду на полу, не выключив кровь. Есть ли в этом смысл? Нет. Например, в Деяниях 16, 18, мы читаем, как апостол Павел вознегодовал на того, кто надоедал ему несколько дней. но он не стал сражаться неверной битвой, потому что вместо того, чтобы разозлиться на человека, он обратился прямо к источнику и сказал нечистому духу в женщине, именем Иисуса Христа, выйди из нее. Когда Иисус начал говорить о своей смерти и воскресении, Петр стал давать ему советы, исходя из человеческой точки зрения. Но Иисус не упрекнул его, говоря, «Отойди от меня, Петр!» Нет, нет. Он обратился прямо к источнику и сказал, «Отойди от меня, Сатана!» Потому что он понимал, что не надо сражаться неверной битвой. Итак, люди Божьи, давайте не будем сражаться неверной битвой, враждуя с нашим боссом, родителями, подростками, с вашими братьями и сестрами, потому что, поступая так, вы промахиваетесь мимо источника проблемы. Хочу заострить немного ваше внимание на том, что же такое этот источник на самом деле. Этим источником является грех и сатана. Не один сатана, но я сказал грех и сатана. Многие люди не осознают, что грех и сатана – это синонимы. Это означает, что грех – это наш фактический враг. Поэтому вы должны перестать смотреть на других людей, как на того, против кого вам надо бороться. не они – источник ваших проблем. Другими словами, вы не жертва ваших естественных обстоятельств. Я поясню. Понимаете, многие люди сегодня спешат указать пальцем на других людей, как на источник своих проблем. Они спешат сказать, «Этот человек – источник моих проблем. Вот почему сейчас у меня тяжелые времена. Мои родители бедны, поэтому я не могу пойти в школу». Нет, не люди – причина твоих проблем. То, что сатана имеет контроль над вами, это результат греха. Потому что грех – это то, что дает сатане власть над тобой. Грех – это горький корень. А кто соблазняет нас грешить? Сатана и те духовные существа, которые являются причиной кризиса и напряженности в нашем доме, браке, финансах и прочем. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Это означает, что если ты терпишь лишения и разрушения в своей жизни, то это пришло из бездны агра. Вот что я понял из Библии. Суть не в том, чтобы один человек противостоял другому. Нет. Но Дух Святой противостоит злому Духу. Понимаете, Бог обладает природой, позволяющей нам с легкостью довериться Ему. Это Дух любви, доброты, терпения, мира, святости, самообладания и так далее. Все это нисходит от Духа Святого. А ненависть, зависть, горечь, блуд, пьянство и тому подобное приходят от злого Духа. Многие люди не осознают этого. Это касается таких щекотливых вопросов, как гомосексуализм и однополые браки. Многие сражаются неверной битвой, проповедуя осуждение вместо спасения с одной стороны. С другой стороны, некоторые начинают проявлять симпатию ко греху. Но когда вы понимаете, что не нужно сражаться неверной битвой, вы будете знать, что Иисус любит грешников, но Он ненавидит грех. Мой Отец в Господе, пророк Тиби Джошуа, говорит, что невозможно любить кого-либо без ненависти ко греху. Если я говорю вам, что люблю вас, но продолжаю поддерживать ваш грех, это означает, что моя любовь не истинная, не искренняя, и она не пройдет испытания времени. Поэтому, люди Божьи, давайте не будем сражаться неверной битвой. Жизнь – это не детская площадка, это поле битвы, где побеждают только те, кто серьезно настроен. Но где же происходит эта битва? Она в сердце, потому что христианство заключено в чем? В сердце. Мы должны бороться с различными преградами и помехами между нашим сердцем и Духом Божьим. И только Иисус Христос способен устранить такие преграды. Сын Божий пришел, чтобы дать нашим сердцам свободу от греха и сатаны. И если Сын Божий вас освободит, вы свободны поистину. Аллилуйя! Я молюсь, чтобы всякая преграда или помеха между вашим сердцем и Духом Божьим обрушилась, подобно стенам Иерихонов, во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы спросите любого воина или солдата, они скажут вам, что когда ты идешь на войну, на сражение, тебе нужно быть снаряженным для битвы. Если вы не экипированы для битвы, о которой мы говорим, то вы также будете сражаться неверной битвой. О каком снаряжении мы говорим? Давайте продолжим чтение, Вися нам 6 глава с 13 по 17 стих. «Для сего приимите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злой и все преудолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло вашей истиной и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Павел говорит нам принять все оружие. Он говорит нам воспользоваться снаряжением, которое Бог дал нам, чтобы исследовать окружающий нас мир и нам устоять в злой день. «Это видимое тело, не наш враг». Во 2-м послании Коринфянам, 10-я глава, 4-й стих, говорится, что наше оружие не плотское, но сильное Богом. Вы можете неплохо владеть своими руками, можете быть быстрыми, вы можете перехитрить некоторых людей, но вы не сможете, имея физическое или умственное превосходство, остановить сатану. Вы можете остановить сатану только силой в Господе. Вы способны остановить сатану настолько, насколько вы защищены всеоружием Божьим. Насколько вы осознаете праведность Божью во Христе Иисусе, настолько сатана не имеет в вас ничего. Если вы хотите посрамить сатану, то наибольшее смущение, которое вы можете доставить сатане, это просто игнорировать его существование. Потому что в 1-м послании Коринфянам говорится, что Бог, будучи верен, не позволит вам быть искушаемыми сверх сил. Тогда почему мы должны обращать какое-либо внимание на атаку сатаны? Наш Дух может быть высвобожден настолько, насколько мы благоговеем перед Божьим Словом. Если ваш Дух не свободен, Он не может почтить или благоговеть перед Словом Божьим. Поэтому вы можете остановить сатану только в том случае, когда вы в Духе и в Истине. Бог всемогущий постоянно собирает в себе поколения духовных поклонников. Спроси соседа, ты один из них? Ты сражаешься правильной битвой? Мы должны понять и довериться тому, что Иисус Христос это ответ не только на некоторые, но на все существенные вопросы жизни. Иисус – это ответ для сегодняшнего мира. Но сатана хочет, чтобы мы сражались друг с другом. Он не хочет, чтобы вы поняли, что на самом деле мы нуждаемся друг в друге. Давайте откроем Деяние и прочтем 17 главу, 26 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Бог Всемогущий сотворил от одной крови все человеческие нации для обитания по всему лицу земли, чтобы они искали Его. Это означает, что не важно, откуда вы, мы все соединены, и мы нужны друг другу, независимо от наших профессиональных, религиозных, расовых, географических или политических предпосылок. Нет такого понятия, как совершенные люди. В то же время, Бог сотворил различные части в человеческом теле, чтобы поддерживать друг друга. Он запланировал, чтобы разные люди могли быть решением для ближнего. Студенту нужен учитель, так же, как и учитель нужен студент, чтобы учить. Никто не хочет быть изолированным. Все хотят иметь принадлежность к единому целу. Иисус Христос – это полнота и центр нашего единства. Основа единства христиан – это единство с Богом. Любовь – это величайшее орудие против ненависти врага. И никто не может любить без помощи Святого Духа. В Евангелии от Луки, 6 глава, 27 стих, Иисус сказал, «Любите врагов ваших и благотворите ненавидящим вас». Поэтому, братья и сестры во Христе, я хочу ободрить вас. Будьте сильными в Господе. Будьте сильны в служении, в страданиях, в битве. Будьте сильны. Будь сильны. Задействуйте себя в работе и службе как воины-христиане и разрушайте дела дьявола, любя Бога больше всего и любя ближнего, как самого себя. Во имя Иисуса. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ